Есть вот этот церемониал, который предваряет президентскую кампанию Путина, это просьба непризнанных лидеров, непризнанных республик, значит, к президенту участвовать. Насколько это символично и что это значит? Тот факт, что человек из оккупированных территорий, военный, обращается к Путину, означает ли это, что следующий срок президента у Путина тоже будет посвящен исключительно войне? Ну, конечно, он будет сейчас посвящен исключительно войне. Я думаю, что сам Путин надеется, что не весь срок его будет посвящен войне, потому что, думаю, что он надеется, что Украину заставят капитулировать, договориться и так далее. Во всяком случае, все его международные усилия, они направлены именно на это, но как-то они не учитывают один очень важный фактор, именно украинский народ, который совершенно не собирается садиться и договариваться. Но, тем не менее, эту идею они распространяются, используют при этом в том числе и российскую оппозицию за рубежом для того, чтобы распространить эту тему. И вот те, которые участвуют в этих псевдовыборах, там Григорий Явлинский, например, вот они там вчера приняли заявление о том, что главное перестать стрелять, главное прекратить войну. Значит, давайте просто остановимся там, где мы есть. Собственно, это и есть основная задача Путина по этой ситуации, потому что после этого он сможет своим гражданам сказать, вот видите, там мы не побоялись, мы выстояли, нас никто не поставил на колени, мы свои задачи выполнили. Илья Владимирович, ну не будем терять надежду, подождите-ка, а вы исключаете или прекратите... Я вообще не теряю надежду, я считаю, мы всех победим, то есть мы крепче, то есть у нас есть цель. Но при каких обстоятельствах эти ходоки с прошением о возможности баллотироваться на пост президента придут к вам? Вспомнят историю вашего единственного, вы, по-моему, еще один ваш коллега, да, не голосовали за аннексию Крыма в здании Госдумы? Нет, я был один, который проголосовал против, и еще трое, которые не голосовали. Один кто-то воздержался там, по-моему, да. Воздержавшихся не было, просто трое не голосовало. Вы голосовали. Вот этот исторический факт, насколько действительно справедливость восторжествует, при каких обстоятельствах это возможно? Потому что вот мы так говорим, вы говорите, никто не имеет возможности сейчас участвовать в президентской кампании, но ведь даже и оппозиция, судя из-за последнего интервью Захара Прилепина, который дал понять, что Навальный это тоже был некий оппозиционный, но проект Кремля, который перешел какие-то красные линии. То есть получается, что вся внутренняя политика в России это такой абсолютный театр? Ну нет, я с этим не согласен. Вы же не хотите сказать, что на фронте Легион Свобода России это такой театр? Люди с реальным оружием в руках. Да, но Легион России не действует в Москве, я вот о чем. Имеется в виду, вот как там Явлинские... Ну а откуда эти люди взялись там, по-вашему? То есть они же взялись из Москвы и из других городов России. Точно так же, как те люди, которые пускают под откос поезда и там нападают на пропагандистов или других деятелей этого режима, или устраивают на военные базы, они же внутри. Да, с одной поправкой, что Легиона России нет в информационной повестке российских каналов, российских медиа. Власти России делают вид, что Легиона России не существует, ведь на самом деле вы это знаете. Во-первых, плевать на них, во-вторых, то есть это уже не так. Вы впрямую ошибаетесь. То есть потому что на данном этаже на центральных телеканалах там с интервалом раз в два в три дня обсуждают, что делать с этими партизанами, которые распоясались. Поэтому нет, они уже игнорировать это не могут. Они очень долгое время пытались это игнорировать, но сейчас они уже игнорировать это не могут. То есть их линия противостояния до сих пор заключалась в том, что это просто там, значит, украинские спецслужбы, а никаких россиян, которые борются с режимом, нет. Но еще раз скажу, это не так, это неправда, и уже игнорировать это невозможно. Хорошо, возвращаясь к вашим президентским амбициям, к вашим политическим амбициям на сегодняшний день. Насколько действительно могут быть успешные оппозиционеры, оппозиционные движения в России? Потому что, в принципе, этих выборов может и не быть, или их не должно быть. Шутка ли, из-за госбюджета впервые беспрецедентная акция будет выделена, денежных средств на три дня проведения избирательной кампании. Хотя, в принципе, диктаторы ведь не избираются. Они войны не ведут, потому что понимают, что, ведя войну, они не перезберутся. Как это в одной голове может уживаться? Желание войны, вот это имперские амбиции и игра в демократии. Ну, вы же очень правильно в данном случае говорите. То есть, это игра определенная, да, это определенный ритуал. Да, там и православная церковь такая же. То есть, люди как бы входят в церковь, делают определенные ритуалы. Но, по идее, все эти руководители в Бога не верят. Но они... Его не боятся. Идут к шаманам, да, после церкви. Да, да, абсолютно. Ну, так же и здесь. Ну, Путину важно сделать какие-то ритуальные приседания и сказать, у нас тут демократия. Но при этом к демократии это не имеет никакого отношения. Ну, зато по всему миру он будет говорить, а вот народ меня избрал, меня доверил. То есть, вот диктаторы это кто-то, кто власть узурпировал, а здесь, видите, граждане меня поддерживают. Хотя, на самом деле, конечно, он является чистым классическим узурпатором с 2012 года. Он не имеет просто даже теоретического права легального претендовать на власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова